Результат – это массовое повышение юридического образования, самостоятельности и обычного насилия. Первый ступень выник, то есть, изменьшение по жёму век заправнивающей поросы, в самом же время, с чего было текстов, что в мешканцев Украины. Люди, если знают законы, знают свои права, они отказываются от взятки, тем самым фактически объединяя тех коррупционеров, которые пришли ко власти, чтобы зарабатывать на трудозам деньги. Люди, которые имеют законы, которые знают Уставы, они поздно дают чуваковки и чему не дают коррупционерам, которые приходят в Ваду, зарабатываются по дорогам в Венеции. Скажу, что это вызывает бешенную агрессию со стороны власти, ненависть и попытки физического устранения таких же ненависти. Со стороны Вады это вызывает страшную агрессию и ненависть. Что это обоцует позднее такими вещами, как опробу физические или ведомец таких же ненависти со сообществом? Ну об этом уже всем известно, потому что в начале года было совершено на Украине нападение, то есть меня чуть убили и есть все факты, они не представлены в прокуратуре, о том, что это было сделано работниками и по заказу работникам. На початку этого года на пана Мстислава было непробово бы выполнено такой напад збройный, или была вывезена до Ласоса, доводок, который подтверждает, что этого нападу выполнено совпроцовницей инспекции Дроговой? Да, но на сегодняшний день уже прошло полгода, даже при наличии всех фактов, уголовное дело просто не расследуется. Еще один пример. Буквально месяц там назад я выступал на заседании полномочия по правам человека касательно запрета госинспекции снимать людям работу для работников. И я зацитировал на этом заседании решение Конституционного государства, которые, в принципе, разрешают это делать. В итоге со стороны МВД, потом было установлено с компьютером МВД на моем сайте дорожном контроле, были написаны угрозы и оскорбления, и адрес. Потом, как пан Ростислав месяц там грал уча в сонде на прощбу жечника до права обывателя, в теме, что сейчас в Украине такая справа, что руководцы могут или не могут иметь в самоходе камеры, чтобы нагревать разговоры и поступления работников инспекции дороговой, чтобы потом иметь в оказ в разе эвентальной прощбы о лапуфке или чего-то такого. Когда пан Ростислав выступал в сонде и повоуялся на здание Сонда Конституционного Украины, который позволял на имение этой камеры в самоходе на нагревание, потом на строне интернетовой контроли дороговой с компьютеров, которые належат до МВД, был умещен... Данный адрес... Если вы получаете постановление Сонда Украинского, то позже оказывают для них наибольшие уроки. Потому вы понимаете, что чем больше мы работаем по закону, тем больше мы показываем, что нужно жить по закону, тем больше угрозы, что нас просто убьют. Чем больше не кажется, что мы мое уставодавство украинского, тем больше утром, а тем больше для них есть загружение, вы будете забитые. И не стоит верить абсолютно всем заявлениям властей, что у нас в стране все хорошо, у нас в стране очень плохо и становится только хуже. Не варто верить в официальную декларацию в от украинской, что у нас в стране все хорошо, и стая еще лучше. Но все плохо, и стая еще только хуже. Просто в основном все средства массовой информации, которые центральные в Украине, они являются собственностью олигархов и собственно руководства государства, потому они это замалчивают. Если же почитать средства массовой информации гражданские, вы понимаете, что происходит на самом деле? Многие медиа на Украине находятся в властности или олигархов, или тех людей, которые сейчас сейчас пребывают в власти украинских. Они просто не учат о этих злых моментах. Но как эти проекты у жилья джинекарства обывательского, они вручают светло на эти проблемы. Яркий пример, когда случилось нападение на меня, один из центральных телеканалов Украины замолчал этот факт намеренно и об этом не говорил. Прошло примерно полгода, вот недавно на журналист этого телеканала было совершено нападение и его тоже чуть не убили. И собственно журналисты, которые замолчали факт него нападения, самопали в эту же ситуацию. Один из государственных телеканалов Украинских ничего не говорил, премолчал факт того, что на пана Ростислава был сделан напад, но потом за полгода эта самая ситуация стала с одним из джинекарств этого самого канала, они его тоже допадали. И ведь те люди, которые wcześniej это премолчали, как бы не выразили такой солидарности заводовой, поздно пришли до той самой ситуации. Потому что журналисты должны понимать, что то, что они работают на высокого чиновника, они спасут их от расправы, если они посмеяются, что они будут сказать не так. Потому что журналисты должны объединяться в свои организации, в рабочие организации и защищать свои права. Потому что на сегодняшний день все журналисты, я так понимаю, они разразлены, нет такого единого движения, и потому что под немножечко просто всех перебиваем. То есть журналисты должны объединяться в какие-то спорты профессиональные, чтобы защищать свои права. Потому что, пока нет такого такого руха заводового, единолитого, до того, пока журналисты будут объединены, то их просто будут такую дорогу элиминировать и страсить, и так далее. На конец, так уже кратко попросу, на выборы, на Украину выбирают 150 обсервATORов с Парламенту Европейского. А сколько? 15. 15. 16. Украина создаетесь в周 поет. 21. 22. 22. Я считаю, что Европа должна крайне агрессивно относиться к сегодняшней власти, но при этом поступать так, чтобы не пострадали простые люди. На самом деле, действительно, ситуация в государстве очень ужасная. Свобода слова. Здание Пана, Европа имеет очень важную и красивую позицию в государстве в Украине, только так, чтобы с какой-то поводу учитывала вашу власть, а не причетного в ТРП? Ситуация в стране очень плохая и свободы слова, скажем так, все меньше. Но ситуация плохая еще тем, что у нас в Украине нет политических партий, которые бы предлагали нормальный курс развития страны. Ситуация в стране очень плохая. Исайя, что вы говорите, это все разложит. Прогнать, что на Украине в действии еще нет политических партий, которые бы предлагали нормальный курс развития страны. Посмотрите на всю политическую рекламу в Украине. 90% это зарплаты, социальные выплаты, пенсионеры, но нет ни одного лозунга на то, чтобы защищать права человека. Молодые люди Украины могут заработать себе на жизнь, но хотят жить в свободной стране и стране, где защищается права человека. Но ни одна политическая партия не предлагает борьбу с коррупцией и борьбу за объединение таких прав. Молодец Украины сегодня может заработать себе на годное жизнь, может заработать себе на деньги, но она хочет жить в стране, где права обыдательные и защищаются. Но ни одна политическая партия не предлагает программироваться с коррупцией и направление государства в таком системе. Окей. Окей, спасибо. Спасибо.